Федерация у нас поддержала инициативу «Парк Единая Россия» о масштабном выделении средств на благоустройство из федерального регионального бюджета дворовых территорий и мест общих пользований. Данная программа была у нас сформирована на 5 лет. На реализацию данного проекта в 2017 году было полностью выделено на Красноярский край 859 миллионов рублей. Данная программа у нас подразумевала два раздела. Первый раздел – это благоустройство дворовых территорий. Была проведена масштабная заявочная кампания, в ходе которой поступали заявки на федеральный сайт «Созданный платный благоустройство.рф» и приходили заявки у нас в администрацию города Назарова. В общей сложности у нас 250 заявок поступило на сайт, в том числе также было 85 заявок. Это через администрацию города Назарова. Была, значит, сформирована общественная комиссия, в ходе которой было проведено порядка 10 заседаний, где мы отобрали 24 дворовых территории, которые вошли в основной причине дворовых территорий. Каждый из управляющих компаний, кто участвовал в нашей программе, провели конкурсы, в ходе которых у нас появилась экономия. Данную экономию мы опять же крутим в заседание три раза общественной комиссии. Мы приняли решение и было включено дополнительно еще три дворовых территории. Итого, на начало нашего проекта в 2017 году было 27 дворовых территорий. Хочу заметить, что основные критерии при отборе дворовых территорий были активность домовых комитетов, это высокая собираемость по жилищно-коммунальной услуге, основной из критериев это собираемость по капитальному ремонту. Исходя из этого, также большим выходным баллом считалось это поднятие ставки и софинансирование. Базовая ставка у нас была 2%, доходило такое, что у нас и 20% людей принимали, некоторые и выше. Это у нас у Виктора Откача в жилком сервисе есть такие прецеденты, когда люди для того, чтобы получить результаты, получить благо здорового территории, готовы были вложиться максимально. Значит, программа у нас подразумевала также два типа. То есть основной, в который перечень входило у нас асфальтирование дворовых проездов, обустройство освещения, установка скамеек и уровень. Дополнительный перечень, куда входило, это у нас асфальтирование парковочных карманов. Также туда у нас вошла эта установка малоархитектурных форм и входили также там спортивные снаряды. Общее самофинансирование в городе Назарово составило 15 миллион 86 тысяч 875 рублей. Из них федеральный бюджет 8 миллионов 813 тысяч 153 рубля, краевой бюджет 6 миллионов 124 тысяч 347 рублей, местный бюджет софинансировал 149 тысяч 375 рублей и софинансирование граждан было 1 миллион 592 тысячи рублей. После проведения конкурсов были выявлены у нас подрядчики. Самое большое количество у нас обрали это 22 дворовые территории, это компания Аккорд, 3 дворовых территории Сибагра-сервис, 2 дворовые территории, это ремонтно-строительная компания. Проверка качества выполняемых работ проводилась согласно сетевого графа. Общественная комиссия, также представители администрации, мы выезжали на дворовые территории, смотрели, следили за качеством, давали какие-то наставления, общались также с представителями жилых домов, услышивали их замечания и какие-то вместе принимали решения. На сегодняшний день у нас завершено 23 дворовых территории полностью, и они уже оплачены. На 4 дворовых территориях на сегодняшний день не хватает только всего лишь установки малых архитектурных компаний. Данная у нас проволочка получилась в связи с тем, что компании по производству малых архитектурных компаний физически не были подготовлены к тому объему заявок со всего Красноярского края, который поступил. Конкретно у нас участвует эта компания Мастер, насколько на сегодняшний день известно, 50% уже поступило, малых в ближайшее время трудно прийти остаток, и будет все уже установлено в дворовые территории. Проверка качества выполняемых работ, благоустроительных, проводится у нас согласно сетевого графика. Комиссия регулярно выезжала, по каждому закрытию каждой дворовой территории составлялся фотоотчет, как это было перед началом работы, после начала работы. И итог постоянно, ну, теперь у нас итог, и нас там по программам полностью фотоотчете лежит у нас в архиве, для того, чтобы дальше прорабатывать весь объем. Заходом всей программы именно по дворовым территориям вышло около 20 статей у нас средств массовой информации, следили за этим у нас пристально. Второй этап, это у нас было благоустройство общественных территорий. На голосование администрация города Назарова выставила у нас несколько территорий. Это было благоустройство центральной площади, благоустройство территории памятники «Скорбящая мать», территория «Березовая роща», сквер имени Марии Владимировны и территории мемориалов, участника Великой Отечественной войны. Итогом голосования, которое было создано на сайте администрации города Назарова, 46% отдали голосов за центральную площадь, 32% за благоустройство территории памятники «Скорбящая мать». В муниципальную программу в итоге у нас вошла центральная площадь. Общая сумма финансирования на центральную площадь была 7,343,387,00, краевой бюджет 3,062,153,00, федеральный бюджет 4,406,000, местный бюджет у нас финансировал 74,687,00. Итогом проведенных всех торгов у нас получилось в том, что на благоустройство центральной площади, куда у нас входила установка скамеек, урн, замена подлинного ограждения, ремонт асфальтирования покрытия 4,136,000, ремонт наружного освещения центральной площади у нас 2,031,000, ремонт памятника. Для луны Ильича Ленина у нас 1,375,000 рублей. Данную территорию, как обоснованно, что у нас опять же администрация города Назарова, это поскольку центральная площадь у нас это место для массового воздуха, где у нас проходят музыкальные фестивали, дни города, где у нас выпускные вечера, день шахтера, день урожая, разные фестивали, флешмоба у нас проходящие. Путем отбора подрядчиков были у нас это Промстроинвест, тот, кто на сегодняшний день выполняет благоустройство центральной площади, Назаров электросервис, они выполнили у нас объем по освещению центральной площади. Промжилстроинвест — это тот, кто у нас выполнял ремонт, реконструкцию памятника Ленина. Еженедельно сыгрался штаб по прохождению ремонта и реконструкции полностью всего комплекса. Были также у нас в этой комиссии представители сообщественности. И как бы результат общий на сегодняшний день, и сказать, что принес нам очень много положительных эмоций, поскольку подрядчики некоторые, может быть, нерадивые, и все-таки по причине своей неопытности проведения работ на сегодняшний день много что затянули. И в этом отношении дополнительно хотелось бы заметить то, что и общественность очень сильно приняла участие. Это в ходе того, что мы ходили, проверяли бордюры, в три этапа приходили у нас и со СМИ, проверяли, потом представители общественных, представители просто граждан, будут составлены разного рода фотоотчеты. Хотелось бы, конечно, на будущее, для того, чтобы внести в протокол наша конференция, чтобы в следующем году, когда мы выйдем на новый этап, проводить все-таки партийные и общественные собрания, комиссии по итогам всей нашей программы в будущих периодах, о ходе этих проведения строительных и ремонтных работ на всех этапах контролировать как фотоотчетом, так и составлением определенных актов, ввести ограничения на использование силу субподрядчика на основании строительных разных работ. Почему именно этот вопрос звучит? В части того, чтобы, если подрядчик основной у нас выбирает какие-то субподрядные организации, чтобы он обязательно согласовывал это с основным заказчиком и с общественной комиссией, для того, чтобы более жестко контролировать этапы и итог всей выполненной работы. И обязательно включить данные требования в контракты, проводимые на будущий период. К реализации проекта также допускать объекты, которые на сегодняшний день не требуют у нас реконструкции. То есть те территории, которые у нас существуют, да, и мы можем в них, ну, подобно как центральной площади, применять какие-то реконструкции. Как бы пожелание наших все-таки на будущие периоды использовать те территории, которые у нас находятся одолеты. То есть в той части, это как один из примеров, это там площадка у нас есть в поселке Южном, площадка есть в поселке Горнике, площадка есть в поселке Строителей, у нас есть с вами Березовая Ороча. Для чего мы это говорим? Для того, чтобы итог будущих периодов отыгранных конкурсов был виден для всех, для нас. Что да, это была густая площадка. На фоне проведения конкурсов мы получили полностью, фактически законченный итог, красивый, функциональный, для того, чтобы это приносило пользу и благолюбию. Естественно, основным критерием к этому подходить, то есть если площадка выиграла, то мы собираем жителей данного микрорайона, мы с ними обсуждаем, как проект. Проект должен быть у нас и визуальный, в том числе для того, чтобы предоставить жителям какие-то макеты. То есть не обязательно, чтобы проект заказывал, и тратил у него очень много денег. Достаточно взять те же самые каталожные примеры, это малые архитектурные планы. Мы знаем, сколько стоит квадратный метр укладки асфальта, сколько стоит квадратный метр забора, чтобы оградить данную территорию, установка светильников, мачка, освещение и всего остального. Чтобы это все вместе согласовывать и не было потом претензий. Жители данного микрорайона согласовали, все услышали, потом мы это включили в проект, потом мы это выставили в тех задания, отторговались, нашелся у нас подрядчик, и данный подрядчик выполнил, мы приняли, и итог этой работы был видим, известен всем. Спасибо большое за внимание, доклад окончен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...